Привет всем искателям интересного! В этом выпуске мы с вами поговорим про очень важную тему в мире, а именно про библиотеки для слабовидящих. Благодаря нашему развитию и нынешним технологиям, доступ к информации обеспечивается абсолютно всему человечеству, даже для людей, у которых есть проблемы со зрением. Сегодня очень активно появляется и развивается очень много сайтов специальных библиотек для слепых, а также разворачиваются очень масштабные проекты для слабовидящих, что не может не порадовать. Это далеко уже не новость и весь мир был однажды уже потрясен, когда американская некоммерческая организация Internet Archive начала работу над онлайн-библиотекой книг для людей, имеющих проблемы со зрением и страдающих дислексией. 5 стран, 20 центров, сотни человек, миллион книг. Проект поистинно был масштабный. Его финансировали общественные организации и библиотеки, также вузы и государства. Весь мир был потрясен и стали брать пример от Соединенных Штатах Америки, когда те узнали, что создают онлайн-библиотеку для слепых, да еще такого масштаба. Сегодня в виде цифровых книг, совместимых с программами голосового чтения, доступен лишь ограниченный круг наиболее популярной литературы, которая представляет коммерческий интерес для издателя. При этом зачастую электронные книги слишком дороги и выпускаются в сокращенном виде и неудобных форматов. Если в англоязычном мире эта проблема как-то решается, то с остальными языками просто беда. В основном во всем мире такие библиотеки бесплатны. Как процитировал однажды президент Национальной Федерации Слепых Соединенных Штатах Америки Марк Маурер, Впервые в истории мы получим доступ к поистине огромному количеству книг. Когда я учился в колледже, мне приходилось нанимать людей, чтобы они читали мне, поскольку фонды библиотек аудиокниг и изданий с азбукой Брайля были очень ограниченными. По данным господина Маурера, сегодня только 5% когда-либо опубликованных книг выпущены в цифровых форматах, удобных для слепых. Что касается Брайля, то там цифры и вовсе смехотворны. Также стоит упомянуть, что библиотеки имеют право в Америке предоставлять книги инвалидам в любом виде. А теперь давайте поподробнее, как же слепые читают эти книги и как они посещают такие библиотеки. Известно, что библиотеки для слепых обеспечивают доступ к информации для слепых и слабовидящих читателей. Такие библиотеки содержат книги, набранные рельефным шрифтом Брайля и аудиокниги на разных носителях. Учитывая, что сегодня появились очень много умных нейросетей, то те могут просто спокойно приказывать им, чтобы им прочитали книгу или просто прочитать новости. Умные голосовые ассистенты могут предоставить очень огромную услугу всем слабовидящим. Также существует очень много умного и хорошего софта, который также позволяет слабовидящим прочитать разные книги и посещать сайты, просто используя голосовые команды. Что касается шрифта Брайли, то это рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящим людям. Этот шрифт был разработан в 1824 году французом Луи Брайлем, сыном сапожника. Луи в возрасте трех лет поранился в мастерской отца шорным ножом. Из-за начавшихся воспаления глаза мальчик потерял зрение. В возрасте 15 лет Луи создал свой рельефно-точечный шрифт, как альтернативу рельефно-линейному шрифту Валентина Гайи, вдохновившись простотой ночного шрифта капитана артиллерии Шарля Барбье. В то время ночной шрифт использовался военными для записи донесений, которые можно было прочесть в темноте. Шрифт Брайли был первой системой записи с двоичным кодированием. В развитых странах этот шрифт можно встретить почти везде, для того, чтобы люди смогли быстрее сориентироваться и чтобы помочь им добраться до нужной точки. Вот такой интересный выпуск получился про библиотеки для слепых. Надеюсь, выпуск получился интересным. Если это так, отметьте лайком, а также напишите комментарий, какие методы записи и чтения информации вы еще знаете. Ну а я с вами ненадолго прощаюсь. До встречи в новом видео. Пока.